Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного youtube канала, который ведет Юля Ру Флорида. С вами Надя Эггерс, ваш риэлтор в центральной Флориде, а точнее город Орландо и его пригороды. Снова у нас сегодня гонки по районам, где разрешена краткосрочная сдача, сдача, короткую аренду на день, на два, на неделю для туристов в близости к паркам Диснейленд. Сегодня я приехала посмотреть этот дом для моей клиентки. То есть она тоже загорелась такой целью купить дом, как у Аиши. Дома выходят совершенно разного типа, вида. То есть здесь дома, как вы посмотрите, уже не стиля, как тасканье стиль, да, вот как вот мы смотрели, не с черепичными крышами, но тоже очень приятный комьюнити. И находится в городе Девинпорт, близость к паркам, недалеко от парков, комьюнити гейтед, за воротами, очень безопасная и излюбленные туристами. Дом этот постарше, но у нас, так сказать, бюджет тоже не очень высокий, поэтому мы пытаемся найти в этой ценовой категории. Цены очень сильно выросли с того момента, когда Аиши купила дом, то есть тех цен уже нет у нас. Даже в течение трех месяцев они выросли намного. Теперь такой дом, как вы смотрели три месяца назад, он уже будет стоить около 4-20 тысяч на данный момент. А у нас бюджет, мы пытаемся найти что-то меньше 400, и чем дешевле, тем лучше. И здесь вот выходит такой дом с помененной крышей, с новыми кондиционерами, помененные кондиционеры. Правда, дом 1999 года, он не старый, но он и не 2000-х годов, понятно. То есть, скорее всего, там нужно будет что-то, какой-то ремонт сделать. Может быть, он чистый, мы еще не были внутри этого дома, мы обязательно сейчас зайдем с вами все это посмотрим, оценим, подумаем. Я вышлю видео также своим клиентам, может быть, мы даже подадим офер, если нас все устроит. В доме есть бассейн, бассейн, по-моему, подогреваемый, я не знаю, но мы это посмотрим, найдем, если есть подогрев для воды. Размер дома 1596 квадратных фит, в переводе на метраж, 148 квадратных метров. Извините, я сегодня много говорю, не первое видео снимаем, поэтому уже язык вперед меня бежит. Четыре спальни, три полных ванных в доме. Невысокие Чуей, всего 118 долларов в месяц, и налог 3200. Тоже небольшой. Размер участка 0,12 акров. И что еще не охватила, Юля? Из чего сделан, неизвестно этот дом? Дом сделан, уверена, что блочный. Сейчас, секундочку. Обычно у нас первые этажи делают блок, второй этаж делают уже деревянный каркас. Сейчас. Да, блок. Блок и стаку. Блок и... Как называется стака? Стака? Шуба, не шуба. Наверное, штукатурка, да. То есть дом блочный полностью. Что хорошо. Гараж на две машины. Гараж на две машины. Ну что ж, посмотрим. Да, пойдемте посмотрим. Не стоит делать оффер. Интересно, я волнуюсь. Кстати, я не могу сказать, что прям на 100% он прям красивый, но достаточно ухоженный даже вход к дому, да? Да, да. Кустики все подстрижено, гибискусы, посмотри, какие красивые. Цвет какой необыкновенный. Я обычно или красные вижу, или просто розовые. Интересно. Цветочки висят. Я бы еще молча обновила здесь. Ну ничего, это мелочи. Так. Проходим мы сразу, попадаем, прошли в дверь, попадаем в столовую зону. И открытая планировка. Получается, открытая планировка. Здесь гостиная, столовая, здесь столик для завтрака, два стола в одном помещении. Ага, слушай, раз и вот два. На самом деле, это не так необходимо в маленьком доме, здесь просто из этого участка можно сделать что-то другое, или в принципе вообще ничего не ставить, больше места будет. Ну да. А там поставить хороший большой столик. Либо здесь для детей, если большая семья пришла, да. Опять-таки вся эта мебель идет с продажи, она включена в цену дома. Диваны кожаные, кстати, хорошего качества, да? Да, да, да. Они не просиженные. Сейчас здесь живет хозяин, поэтому... Поэтому тоже все аккуратненько. Она немножко такая... Старинная? Да, старинная, но дивана хорошая. Но она не покоцанная, но она, знаешь, чистенькая. Она в хорошем состоянии. Опять-таки, смотри, гранитных поверхностей нет. Ну и цена дома соответствующая. Извините. А бытовая техника, посмотри, разношерстная. Да, тут не такой. Белый холодильник, черная микроволновка и из нержавейки посудомойка и плитка. Ну, это со временем придется заменить. По крайней мере, холодильник, он не... Ну, как бы он видно в рабочем состоянии, но я думаю, что именно из-за цветового цвета, и гаммы, можно даже микроволновку оставить. Она как-то не выделяется, да, цветом из всей бытовой техники. Но холодильник можно было бы поменять. Но это не принципиально, если все работает, знаешь. Да, кухонька небольшая. Это все-таки бизнес. Но для туристов, на самом деле, посмотрите, как здесь все. Вот уже, пожалуйста, готово. Это, кстати, тоже все остается. Это все остается. Что это такое? Очень даже масло какое-то. Свеча. Этот свеча, что ли? Ага. Это все остается. Здесь полотенчики. Все аккуратненько сложено. Этот остается тоже. И... Ну, вообще, вся... И вообще посуду, да, давай там подкрываем. Вот это все. Так. Заглянем в шкафчики. Все остается. Все остается. Велочки-орочки. Посмотрите-ка. Посмотрите-ка. Вот я не вижу, где у них кастрюльки здесь. Кастрюли мы не нашли. Ну ладно. Ну, они где-то есть. Где-то есть. Так, давайте пройдем, наверное, начнем с этого крыла. Здесь у нас спальня. Я так понимаю, это мастер? Да, это хозяйская. Знаешь, что мне нравится в этом доме? Он очень светлый, скажи. Светлый очень. Он прям такой светленький и очень из-за этого... Выходит на правильную сторону. Солнечная. Да, да, да. Солнечная сторона. И вот мне нравится вот это окошко. И потолки, обратите внимание, какие. То есть, как бы под крышу сделаны. Наш излюбленный попкорн. Да. Попкорн мы... Да не, я даже не про попкорн, а то, что они такие вроде не низкие, но в то же время это как под крышу сделана форма, скажем так. Так, хорошо, давайте пройдем туда. А что у нас тут? Ага, тут у нас раклина. Все простенько, но чистенько. Да. Простенько, но чистенько. Это правда ванная. Ну, я думаю, со временем... Здесь гардеробная. Со временем нужно будет что-то обновлять в этом доме. Но, в принципе, опять-таки он готов к сдаче. Да, да. Самое главное, что все в рабочем состоянии, все непокосанное. Да, ты знаешь, все-таки этот бизнес, здесь тоже есть сезоны. Есть сезоны, этот вопрос не ко мне, конечно, я этим бизнесом не занимаюсь, но у меня есть очень хороший property manager, который занимается именно сдачей в аренду на короткий срок. Сезоны, они, естественно, есть, и это середина, например, августа, сентябрь, когда меньше туристов едет в Орландо, в Диснея, их дети уже начали новый школьный год, и в тот момент, в принципе, можно делать какие-то обновления, изменения в доме. А пока он будет сдаваться, сейчас горящий сезон, на самом деле, идет, пока будет сдаваться, лучше сдавать. Да. Так, тут у нас, вот, две раздельные кроватки, что обязательно иметь в доме, который ты хочешь, да, желательно иметь. Так, здесь у нас стандартная гардеробная. Так, идемте дальше. Еще одна спальня. Так, еще одна спальня для мальчиков. Тоже такая гардеробная стандартная. Все остается вплоть до картинок, до игрушек. Все остается. И здесь ванная комната, которую делят две спальни. Так, здесь одна раковина. Здесь все, конечно, простое покрытие. Это не камень никакой. Ну, зато, что я вижу, что здесь очень чистенько, нет ни единого намека на плесень. Даже швы, вот, все чисто. Хорошо, кстати, швы. Да, кстати, швы чисто. И вот эта зона мне нравится. Потолок, он высокий, посмотри, да? Да, да, да. То есть он не давит, он высокий. Вот эти большие, достаточно витринные окна. Да, арочка такая. Пропускают очень много свет. Светлый дом из-за этого. И покрашен он в светлый цвет. Да, скажи, прям здесь легко дышать. Хоть он какой-то небольшой, но мне нравится, как он спланирован. Ну да. И у нас еще одна комната осталась. Давай мы ее найдем. В этом доме мы сами в первый раз. Так, 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 так. А мы Пантре не можем показать, потому что они здесь хранят вещи. Видимо... Видимо, личные вещи хозяина, владельца. Ух ты, и вот же мы же все. Вот здесь еще одна комнатка. Кстати, вот это может тоже считаться мастер. То есть, или можно выбрать, кто-то выбирает, мама с папой, если с детьми приехали. И с родителями, да. То крылот, ну там выход на бассейн. А здесь более уединенно, да, получается. Для старших. Для родителей, то бишь. В общем, кто хочет, кто-то выбирает. На самом деле, я думаю, туристы, когда заходят в дом, там начинается... Дети разбегаются по всем комнатам, говорят, это моя, это моя. Ну, не говори. О, тут удобно. Смотри, здесь своя есть ванная, туалет. То есть, пусть с одной раковиной тоже, но отдельная. Точно, это очень подходит для родителей, имеется в виду старших, если две семьи заезжают. Или, да. И посмотри, какое большое достаточно окно, да? Да, мне очень нравится. Из-за этого все в доме очень светло. И сразу совершенно другой вид. Очень нравится, что окна большие. Вообще везде здесь. Опять-таки, дом... А какого года этот дом? 99-го. Опять-таки, видишь, этот вход... Мы уже эту ванную показывали. Это просто еще... Это еще один другого входа можно. Это для гостей получается два входа. Ну, по идее, можно один вход было бы и закрыть. Ну, а зачем? Там уже везде закрывается, да, с двух сторон? Закрывается с двух сторон, да. И мы проходим здесь в гараж. Давай посмотрим, что у нас в гараже. Так, это в гараж. Гараж у нас на две машины. На две машины гараж. Из него бы хорошую сделать игровую комнату. Да, обычно делают, кто сдает, делают игровую комнату. Они безумно популярны. Ну, да. Туристы любят, они когда рассматривают... Им гараж не нужен, им машину не нужно гараж ставить. Они приезжают на неделю. Они берут в аренду машины, и мне обязательно их там в гараже хранить. Но им очень нравится, чтобы из гаража был переоборудован в игровую комнату. Их очень красиво украшают, заманивающие. Когда они сидят на Airbnb и смотрят, какой бы дом снять, когда они видят такие комнаты. Как бы они очень популярны. Особенно с детьми кто? Особенно с детьми. Слушай, и хороший домик мне понравился. Такой, ну, за свою цену. Аккуратный. Да, за свою цену. Я думаю, что я пошлю этот домик своей клиентке сегодня, своей покупательнице. Все аккуратно выполнено, скажем так. Здесь вот ремонт прям сразу он не нужен. Мне даже кажется, что этот дом сразу пойдет в оборот и сразу может приносить бизнес. А давай мы еще что покажем. Он одноэтажный, этот дом. Мы уже все посмотрели. Кстати, мне нравятся одноэтажные дома, чтобы никуда не подниматься. Здесь вот бассейн есть. Итак, вот мы вышли в бассейн. Вышли в бассейн. Кстати, мне нужно будет уточнить, есть ли здесь подогрев воды. Я этого пока не знаю. Посмотри, какой приятный вид открывается. Слушай, вид приятный. А это клабхаус. Это клабхаус-бассейн. И там свой бассейн тоже, которым можно пользоваться. Мы его покажем в конце. Очень красивый вид. Да, да. Приятненький. То есть здесь всегда будет у вас поле. Здесь уже дома никакого не будет построено. Ты знаешь, есть подогрев бассейна, потому что стоит обогреватель воды. Где он? Вот это? Вот это большая конструкция. Это пул хитр, да. Вот это же кондиционер. Нет, кондиционер вот там стоит. А, так похоже? Они похожи, кстати. Все, вон там кондиционер. А вот это вот оказывается нагреватель воды в бассейне. Будем знать. Система фильтрации тоже достаточно видна. Новая. Я вижу очень много старых систем. Да, это видимо новое, кажется. Кажется. Это плюс. Это плюс. Скрин, кстати, видно, что они, ну, не старый, и либо его помыли хорошо. То есть, знаешь, обычно старые скрины, они уже почерневшие такие. Здесь видно, что либо ухаживали, либо поменяли. То есть, его перестелили. Да, да, да. Или, может быть, помыли действительно. Даже не видно, как будто приятно. Как будто ничего нет там, да? Вот такое впечатление, как будто скрина нет. Вот я сейчас смотрю. Да, да, да. Прямо, да? То есть, настолько чистый. Я думаю, это новый скрин, просто с хорошей сеточкой такой. Вот здесь обеденная зона есть. Ну, тоже, я думаю, здесь можно найти место для мангала, в принципе, чтобы под крышей. Потому что это обязательная часть. Мне понравился дом. Да, да, он за свою цену, он очень хороший, уютненький такой и светлый. Ну, что ж, я вышлю видео своей покупательнице. Если ей понравится, мы сделаем оффер. Надеюсь, мы его выиграем. Район хороший, как я говорила в начале. Для сдачи. Комьюнити за воротами. Есть Clubhouse, есть Amenities. То есть, я считаю, что за эту цену сейчас уже мало что выходит и не в таком состоянии. Да, да, да. Ну что, прощаемся с вами на этом. И до следующих встреч. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok